Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 30 июля. Страдание святого мученика Полихрония. Нечестивый римский царь Декий, 249-251 годы. Замучивый многих христиан отправился со всем своим войском в Персию. Победивший персидское войско и взявши в плен страну, он обладел областями Вавилонскую, Вактриною, Ирканией, Ассирией. Нашедший в этих землях многих христиан, царь стал их преследовать и всячески мучить. Был тогда в Вавилоне епископ Полихроний. И с ним три пресвитера, Пармений, Елима и Хрисотел, и два диакона, Лукай и Муко. Схвативший их, Декий приказал тотчас вести их за принесение идольской жертвы. Но святой Полихроний смело сказал, мы самих себя приносим в жертву Господу нашему Иисусу Христу. Бесом же и ничтожным идолом, сделанным руками человеческими, никогда мы не поклонимся. Декий приказал епископа с пресвитерами и диаконами заключить в темницу. А сам начал строить в городе Вавилоне храм Сатурну, которому сделал и позолоченного идола. В Рим к начальнику Валериану он написал о своей благополучной победе над персами, которая, по его мнению, дана была ему от богов. И приказал устроить в Риме большой праздник в честь богов, христиан же мучить и убивать. Валериан поступал в Риме согласно этому приказанию царя. Когда языческий храм Сатурна был окончен в Вавилоне, и Фестивий Декий призвал на свой суд епископа Полихроний с пресвитерами и диаконами и сказал, ты тот богохульник, который ни богов не почитает, ни царских повелений не исполняет. Святой епископ не отвечал ни одним словом, стоял молча. Тогда царь обратился к пресвитерам и диаконам. Начальник ваш онемел! Но пресвитер по мнению сказал, не онемел Отец наш, но не желает осквернять своих чистых и святых уст, исполняя повеления Господа нашего Иисуса Христа, сказавшего, не бросайте жемчуг ваш перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами и, обратившись, не растерзали вас. Хорошо ли чистые уста осквернять гноем? Разгневанный Декий сказал, так мы гной. И тот сейчас приказал отрезать язык пресвитеру. Когда святому парню не отрезали язык, он, несмотря на это, ясно произнес, обращаясь к святому Полихронию. Святый Отче, молись за меня, ибо я вижу на тебе, Царя, Духа Святого, который уста твои закрывает, а в мои влагает медяный сот. Так дивен Бог во святых своих, имеющий на язык повелевает молчать, а тому, у кого язык отрезан, дает дар слова, чтобы показать свою всемогущую силу. И сказал Декий епископу, Полихроний, принеси жертву богам, и будешь мне другом, и новый храм Сатурна я поручу тебе. Епископ ничего не ответил ему. Декий, пришедший в ярость, приказал камнем бить его по устам. Святой же, когда его били, воздевши руки к небу, и поднял глаза, и спустил дух. Декий оставил тело мученика, поверженным перед храмом Сатурна. В ближайшую ночь два благородные мужа из персидских князей по имени Авден и Сеннис, тайные христиане, взяли сокровенно тело святого епископа Полихрония и погребли его близ городской стены. Декий же отправился в город Кардуну, находившийся в стране Персидска, и приказал узников, пресвитеров и диаконов, везти за собой закованными железо. Когда святых вели, то железные оковы спадались из шеи и рук. Пришедший в город Кардуну, Декий приказал представить на суд приведенных узников и сказал им, «О, безумные! И вы желаете погибнуть! Вот предлагаю вам принести жертву бессмертным богам!» Но пресвитер Пармений, которому был отрезан язык, громко ответил, «Окаянный, убеждающий нас поклониться идолам, сделанным руками человеческими, лишь и ты поклонись Господу нашему Иисусу Христу! Если поклонишься Ему, то погибнешь вместе с богами твоими!» Декий приказал всех их повесить для мучения. Но святые в таком положении благодарили, Бога говоря, пресвитеру Пармению. Молись о нас, Отче! Он же сказал, «Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, пусть сдаст нам утешение Духа Святого, Который царствует во веки веков!» И все ответили, «Аминь!» Декий же к ярости вскричал, «Вот волшебство! Человек без языка говорит! Не есть ли это явное доказательство волшебства!» На это пресвитер Пармений ответил, «Господь наш Иисус Христос, давший некогда немому язык и мне грешному при отрезанном языке, даст способность говорить, ты же и не имею язык и говоря нем, так как не славишь истинного Бога!» Декий приказал жечь мучеников огнем, прикладывать раскаленные железные доски к бокам и железными крещами терзать тела их. Когда так мучились святые, послышался голос с неба, «Придите ко мне, смиренные сердцем!» Декий, услышавший этот голос, объяснил и его волшебством и приказал снять мучеников и отсесть им голову, а тела их бросить за городом на дороге и приставить сторожей, чтобы кто-либо не взял их и не предал погребению. Так окончили свое мучение за Христа святые страстотерпцы, три пресвитера Пармений, Елима и Хрисотель и два диакона, Лука и Мука. Брошенные тела их, выше названные два князя, которые вместе с царем пришли сюда, ночью посетили и погребли в своем селе близ Кордулы. В это время царь Декий послал по всей Персии искать христиан и мучить их. Некоторые слуги восказали ему, «Царь, те пленники, которых ты помиловал и которым дал жизнь и свободу христиане, а они отбирают тела христианские, погребают их на своем селе и богам не кланяются, даже приказаний твоих не исполняют. Кто эти нечистивцы?» взял он, спросил царь. Слуги назвали Авдона и Сениса. Немедленно царь приказал позвать их к себе и когда они явились, сказал, «Неужели вы настолько безумны, что не понимаете, что не понимали, чему вас победили и покорили под вас римскую? Как же непочтение к богам? На это они ответили, «Потому Христос и сделал нас победителями над дьяволом, что мы презираем богов ваших». С гневом Гекий сказал им, «Разве не знаете вы, что жизнь ваша в моих руках?» «Жизнь наша, — ответили святые, — в руках Бога нашего, и мы кланяемся тому, кто сошел с неба на землю для нашего спасения». Гекий приказал «Заковать их железными веригами и заключить в тесную темницу». Святые, когда их заковали в цепи, сказали, «Вот слава наша, которую мы всегда надеялись получить от Господа нашего». В тот же день два другие благородные мужа, Олимпий и Максим, были обвинены перед царем, что они христиане, и царь, тотчас взявший их, приказал бить их палками без допроса, говоря, «Недостойны они того, чтобы слушать слова их, так как они не почитают богов и заслуживают смерть, и считая своим богом умершего человека». Святой Максим возразил на это. «Хорошо ты сказал умершего, но почему не сказал так же и воскресшего?» «Разовите нам сокровища ваши», сказал Декий. Отвечал святой Олимпий, «Сокровища наше золото, серебро и всякое богатство. Господь наш Иисус Христос, ради которого мы не щадим здоровья нашего и презираем все богатства темные». Когда святых жестоко били, они говорили, «Слава тебе, Господи Иисусе Христе, что ты благоизволился причислить нас к рабам твоим». Декий все больше приходил в ярость и приказал бить мучеников оловянными прутями. Потом передал их своему наместнику некому Анисию, который продолжал мучить их и, наконец, отсек им головы секирой, а тела их бросил на сиденье псам. Пять дней лежали тела непогребенными, и ничто не коснулось их. На шестой день христиане, взявши ночью честные останки, погребли их с честью. После этого нечестивый Декий пошел в Рим, и с ним были введены законные в цепи святые мученики из Персии, а в дом – из семених, которых Декий вел при себе для своей славы, чтобы устроить зрелище римлянам. В это время начальный поливиан из Рима взял святого папу Сикста, его клир и многих христиан и заключил их в темницу. Много дней папа находился в темнице. Сюда приходили к нему тайные христиане, приносили своих детей, приводили также родственников и знакомых, которые от Удольского нефестия обращались ко Христу. Они были в темнице крещены папой. В эти дни Декий со славой и великим торжеством вступил в Рим, ведя за собой двух персийских князей Авдона и Сельница, как пленников. Затем, после этого, Декий созвал весь римский сенат вместе с начальником Валерианом и представил им приведенных из Персии князей, связанных с цепями, но одетых по-княжески. Хотя они были измождены разными мучениями в пути, но для славы Декий украшены были золотом, серебром и дорогими уборами с драгоценными камнями. Указывая на них пальцем, Декий сказал, «Посмотрите на врагов, которых боги и богини предали в наши руки. Это враги римскому царству!» Посмотревши на них, весь римский сенат удивился их благородному виду и, объятый жалостью к ним, пришел в умиление. Такую благодать Господь дал рабам своим, что взирающие на них скорее приходили в умиление, чем в ярость. Декий приказал позвать главного капиталистского жреца по имени Клавдия, который явился, принеся с собой идола и треножник. И сказал Декий святым, «Принесите жертву богам, и вы станете свободными римскими князьями, будете владеть всеми вашими имениями, обогатитесь еще другими богатствами и получите от нас большие почести». Но святые ответили, «Мы только себя приносим жертву Богу нашему, Господу Иисусу Христу. Твоим богам ты сам приноси жертвы». После этого царь повелел к утру приготовить зрелище, чтобы на нем персидских князей Авдона и Сениса отдать на съедение зверям. Когда настало утро и все было приготовлено к зрелищу, царь Декий не явился и вместо себя прислал начальника Валериана, последний, пришедший и выведший мучеников, прежде всего стал склонять их к имелослужению, говоря, «Пощадите вы свое благородство и возложите Симеан на алтарь богов. Если не сделаете этого, то погибните от зубов зверей». Мы заговорили, сказали святые, что только Господу нашему Иисусу Христу приносим жертву хвалы и кодила молитвы, и мы одному кланяемся, идолов же рукотворенных, никогда не будем почитать. Стоял тут идол солнца и приказал Валериан воинам, чтобы они вели мучеников к этому идолу и примудили поклониться ему. Но святые, подошедшие к идолу, люнили на него. Тогда Валериан пришел в ярость и приказал святых мучеников сбить оловянными пручами, а потом везти ноги ими на то особо устроенное место, где их должны были съесть звери на глазах народа, смотрящего с возвышающихся ступеней. И стали святые ноги и телом, но во Христа облеченные духом, и осеняли себя крестным знамением. Выпущены были на них сначала два льва, а потом четыре медведя. Но звери не вредили им и лежали у них ног, как стражи. Тогда Валериан сказал, это очевидно волшебство христианское, и повелел зверей отвезти, а оруженосцам войти и убить мучеников. Святые были заколоты мечами. Затупивши за ноги, тела их извлекли и бросили перед им в лам солнце для устрашения христиан. Так повелел мучитель. Лежали они здесь три дня. Один тайный христианин по имени Кирин, саном и подиаком, живя близ того места, похитил ночью тела мучеников и похоронил их в своем доме в оловянной раке. Так закончили жизнь святые мученики Авдон и Сенис, князья персидские. Святой папа Сикс с клиром был замучен после них. Страдания его вместе с архидиаконом Лаврентием воспоминается в 10-й день августа. Честные мощи двух святых мучеников Авдона и Сениса находились в земле до воцарения Константина Великого. В одни же его царствования по Божьему откровению они были обретены верующими и перенесены в Пантеанову гробницу. В честь и славу Христа Бога нашего со Отцом и с Пятым Духом славимого во веки. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Аминь. 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 Аминь.